Из этого познавательного видео ты узнаешь, как просто сделать электропроводку в доме своими руками. Весь процесс мы подробно и доступно покажем от подключения электричества к дому до установки подрозетников. А все работы будем производить максимально просто, чтобы электрика, как и весь дом, получилась бюджетной. Еще в прошлом году, после возведения коробки дома, мы наконец-то подключили электричество. До этого для всех работ электрику мы удачно одалживали у соседей. Весь процесс подключения электрики оказался достаточно затратным, как по времени, так и финансово. Бумажная волокита растянулась примерно на 10 месяцев, а в сумме все подключение трехфазного электричества в нашей Киевской области обошлось нам в 830 долларов. Сюда вошел двухтарифный счетчик с соответствующим тарифом, который понижает стоимость электричества в ночное время в два раза, а также тариф на электроотопление, который понижает стоимость электричества в отопительный период еще в два раза. В эту сумму также вошли 7 киловатт выделенной мощности. Это тот минимум, который позволил установить вводный автомат на 16 А, которого по нашим расчетам при наличии электроотопления и трехфаз должно хватить для комфортного электропотребления остальных приборов. Ввод электрики в дом мы выполнили с помощью медного четырехжильного кабеля VVG-NG. Кабель завели в дом в районе перекрытия и в нем же протянули к распределительной коробке. Кабель марки VVG имеет монолитную жилу, что значительно упрощает соединение кабеля как между собой, так и в клеммных коробках. А приставка NG обозначает, что оплетка кабеля выполнена из негорючего самозатухающегося материала. В нашем в одном кабеле сечение каждой монолитной жилы составило 4 мм квадратных. Каждый мм квадратный меди способен нормально работать с силой тока в 10 Ампер. Соответственно, наш кабель может нормально работать с силой тока в 40 Ампер на каждую жилу. Это огромный запас по мощности, который в придачу ограничивает 16 Амперный водной автомат. Распределительный ящик с автоматами будет являться основным электроузлом в доме. Отсюда электропитание разойдется по всему дому и к основным источникам электропотребления. Его мы решили разместить скрытым от глаз под лестничным проемом. Провода к ящику мы решили подвести скрытыми внутри стены. Поэтому в стене под коробку сделали углубление с помощью вольфрамовой коронки. Газоблок достаточно мягкий, податливый материал, поэтому производить эти работы не составило особого труда. Саму коробку я смонтировал в проем с помощью монтажной пены и зафиксировал на 4 самореза. Вводной кабель введем в коробку сверху, так как вход питания в автоматы также находится наверху. Для этого в стойке перегородки высверливаем отверстие, которое впирается в штрабу, ведущую в саму коробку. Затянув кабель в коробку, отрезаем излишки, оставив достаточный конец для подключения. Вводной кабель подключаем к трехфазному автомату. Это единственный трехфазный автомат в этом щитке и он будет питать единственный трехфазный потребитель, электрокотел. Концы проводов закручиваем по спирали, это даст возможность в будущем легко заменить обгоревшие контакты. Потом заполняем щиток автоматами. Все автоматы в щите, как и вводной автомат, 16 амперные. Также в щиток мы установили нулевую шину и подключили к нему нулевой кабель. И теперь, когда у нас появился главный электроузел, мы начали раскладку электропроводов по дому. Для этого я использовал эскизный чертежик, который мне набросал отец. Все питание в доме, кроме электрокотла, будет осуществляться от 220 вольт. А так как в наш дом заходит три отдельные линии по 220 вольт, то на них мы попытаемся равномерно распределить всю нагрузку от электроприборов. И самой первой главной точкой электроподключения стал электрокотел. От единственного трехфазного автомата в щитке мы потянули кабель к электрокотлу. Так как мы строим небольшой теплый дом, наш электрокотел имеет максимальную мощность всего лишь 4,5 киловатта. Поэтому для его питания с лихвой хватит четырехжильного кабеля с сечением жилы в 2,5 миллиметра квадратных, который мы протянули через перекрытие в перегородку прямо к котлу. В прошлых видео о изготовлении системы отопления нас часто спрашивали, почему при электроотоплении мы не выбрали простейший вариант отопления дома конвекторами. Основным источником отопления в этом доме мы решили сделать теплый пол, который будет обогревать весь первый этаж. А из-за двухтарифного счетчика, теплый пол мы сделали намного массивнее обычного, толщиной в 11 сантиметров. Эта тепловая инерция, нагретая ночью по более дешевому тарифу, будет продолжать отдавать тепло днем без нагрева. Нагревать эту массу бетона нам показалось более разумно традиционно с помощью труб, проложенных в бетоне и одного источника отопления – электрокотла. Соответственно, второй этаж будут также греть водяные радиаторы отопления, которые также, по нашему убеждению, меньше сушат воздух, чем конвекторы. Но не так давно нам на обзор прислали конвекторы нового типа, которые обогревают помещение двумя способами – инфракрасным и конвективным. И по заявлению производителя, так как они имеют меньшую температуру нагревательного элемента, значительно меньше сушат воздух. Это конвекторы фирмы STN – современной технологии нагрева. Его принципиальным отличием от других конвекторов является нагревательный элемент из ленты аморфного металла, который отдает большую часть затраченной мощности в виде инфракрасного излучения, напоминающие нагрев от лучей солнца. При этом сам нагреватель нагревается значительно меньше, и лишь часть своей мощности передает конвективно, при этом не пересушивая воздух и не сжигая на себе пыль и грязь, соответственно, не создавая неприятных запахов, что точно оценят аллергики. Она имеет небольшую общую толщину всего лишь 4 сантиметра. Ее можно легко навесить на стену, при этом она не украдет ни капли жилого пространства. Также панель имеет встроенный терморегулятор, а ее поверхность быстро нагревается до температуры 95 градусов. Да, по ощущениям она горячая, но получить ожог при кратковременном касании не получится. А тепло, которое она излучает в работе, нам напомнило посиделки у камина. Так что, если вы не хотите заморачиваться с изготовлением водяной системы отопления, я могу порекомендовать вам эти продвинутые нагреватели от фирмы STN. Ссылочку на них я оставлю в описании. Например, для этого дома с лихвой хватило бы 6 таких панелей, и при их сравнительно небольшой стоимости, вся эта сборка получилась бы значительно дешевле от нашей водяной системы отопления, и несравнимо проще в монтаже. И следующий электропотребитель, которому для удобства было решено выделить отдельный автомат, стала система водоснабжения с электрическим центробежным насосом, так как в тот период мы параллельно устанавливали электронасос в кессон, и заиметь побыстрее собственную воду на участке было очень приятно. Кабель питания насоса мы уложили прямо в траншею, вместе с подающей воду в дом трубой. И я бы и сам засомневался в надежности такой прокладки кабеля, если бы в старом доме отца такой же кабель, ведущий к колодцу, не прослужил бы более 30 лет и исправен по сей день. А в доме моего деда, в котором мы с супругой жили пару лет назад, такая прокладка кабеля прямо в грунте к колодцу служит уже более 50 лет. Поэтому здесь мы решили не заморачиваться с прокладкой кабеля в трубе, тем более, что заменить его в будущем возможность останется. Следующими серьезными точками электроподключения станет электроплита, электродуховка и бойлер. Все эти электропотребители достаточно прожорливы, и к каждому из них я протяну отдельный кабель. Часть проводов мы будем прокладывать внутри газобетонных стен. Для прокладки проводов в стене нам нужно будет сделать штробы. И для этого я решил отыскать в загашниках истории легендарный штроборез Штробатор. Эту приспособу мы придумали еще на стадии возведения стен, и тогда она нам сильно помогла при выборке штроб под арматуру. Для теперешней работы я просто открутил от него направляющую доску, и разметив положение штроб, приступил к их выборке. Да, в отличии от штробления стен с удобной направляющей доской, выборка штроб под кабеля с помощью этого штробореза оказалась не столь удобной. И хотя без направляющей доски штробы не всегда получались ровными, но со своей задачей он все же справился. Выборку под коробку под розетником мы выполняли с помощью все той же вольфрамовой коронки подходящего размера. Силовую проводку, идущую к розеткам, мы выполняли с помощью того же кабеля ВВГ-НГ, только с двумя жилами и сечением 2,5 квадрата. Прокладывая кабель в штробы, мы временно крепили его гвоздями, забитыми в газобетон. Мы использовали недорогие коробки для под розетников, рассчитанные на установку в гипсокартон, так как большинство розеток и будет установлено в каркасные гипсокартонные перегородки. Фиксировать коробки в газобетоне мы попробовали тремя способами. Первым способом стала фиксация коробок с помощью монтажной пены. Частично заполнив проем пены, мы вставляли в него монтажную коробку и фиксировали ее длинным саморезом, а после добавляли монтажную пену с краев. В качестве второго способа зафиксировать коробку мы использовали остатки клея для газобетона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Предварительно заполнив им проем, в него вдавливали под розетник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а в качестве третьего способа фиксации использовали стартовую шпаклевку Fügenфюллер. Самым удобным и быстрым способом монтажа под розетников оказалась их фиксация с помощью монтажной пены. Ну а самым прочным и надежным по ощущениям стала фиксация с помощью шпаклевки Fügenфюллер. После застывания по твердости она в разы превзошла клей для газоблока. Заполнять штробы с проводами мы также попробовали двумя способами. С помощью клея для газоблоков и той же шпаклевки Fügenфюллер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И здесь результат также оказался очевидным в пользу шпаклевки Fügenфюллер. Друзья, продолжение работ по электропроводке вы увидите уже в следующей части. Из нее вы узнаете все секреты простого доступного электромонтажа. И там же мы подсчитаем все затраты на изготовление электропроводки в частном доме. Чтобы не пропустить это видео, подпишись на наш канал и не забудь нажать на колокольчик уведомлений. Мы надеемся, это видео также было для тебя полезным. И ты поддержишь наше развитие лайком, репостом и длинным комментарием. С вами был Гена, канал MyGalaxy Жизнь своими руками. Посмотри другие наши видео, их полезность ты точно оценишь. Субтитры сделал DimaTorzok